В Амге отгремело открытие 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта Джулур. Гостей и участников соревнований принял стадион Олимп. В Амге отгремело открытие 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта Джулур. Гостей и участников соревнований принял стадион Олимп. В эстафете зажжения огня приняли участие 10-ти минутных мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов Якутии. которые прославили родную республику на весь мир. Среди них Степанида Артахинова, Владимир Болынец, Анастасия Деодоровой и многие другие. Сами соревнования проходят по нескольким видам спорта. Лица с нарушениями зрения борются в голболе, легкой атлетике. Участники с нарушением слуха мерятся силами в легкой атлетике, полевой стрельбе, настольном теннисе и шашкам. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются по легкой атлетике, шашкам, настольному теннису и волейболу сидя. Мы все желаем, чтобы игры прошли на самом высоком уровне, чтобы Спартакеада выявила самых сильнейших. Но в целом я считаю, что каждый участник этой Спартакеады – это уже победитель. Еще раз вам огромное спасибо, успехов, процветания, больших достижений и спортивных, и человеческих вам. И разрешите объявить 14-ю Спартакеаду по адаптивным видам спорта «Джулур» открытыми. Так, например, в селе Чапчелган самые меткие и точные стрелки оспаривали золотые медали. В течение двух дней сурдоспортсмены в зачетной серии выполнили по 40 выстрелов. За баталиями на огневых рубежах следила наш корреспондент Нюргуэна Егорова. В селе Чапчелган в спорткомплексе проходит соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня на огневой рубеж вышли мужчины. Ну а этот вид спорта является паралимпийским видом спорта. Впервые она была включена в 1976 году. Но из последних достижений наших российских спортсменов можно выделить Сергея Малышева. Он в 2021 году в Токио завоевал бронзовую медаль. Ну а здесь, на Амгинской земле, кто же станет самым метким, мы узнаем чуть позже. Некоторые впервые стреляют, некоторые по второй раз. Ну всякое тут насчет судейства тоже трудности есть, потому что мы не владеем судопереводом. Очень трудно с ними разговаривать, все надо записывать. Команду записываем. Да, действительно, судьи не адаптированы к общению. К сожалению, здесь судопереводчиков не имеется. Поэтому судьи со спортсменами общаются с помощью вот таких вот табличек. Допустим, под подготовка 15 минут. Когда начинается зачетная серия, судьи показывают вот такую табличку. Зачет 40 выстрелов, время 1 час, по 2 выстрелов в мишень. Ну а спортсмены стреляют из дистанции в 10 метров. И за 1 час они должны уложиться, сделать 4 подхода. Вот следующие ваши действия какие будут? Ну вот сейчас остается примерно 10 минут до окончания упражнения. Показываю табличку с надписью 10 минут. Вот сейчас прямо вот встала. Пойду спортсмену покажу. 10 минут. Вот так и общаемся со спортсменами. Среди женщин первое место заняла Олеся Светцова из Среднеколымского улуса, серебро у Сабии Иванова из Сунтара, бронза у Надежды Алексеева из Вилюйска. Всего 57 спортсменов участвует на этой спортагеаде. Из них два спортсмена по полевой стереби. Вот из пистолета. Это одна женщина и один мужчина. Вчера наша участница успешно выступила. Она заняла почетное третье место. Вот она кандидат в мастера спорта России. Самая настоящая драма разыгралась в мужском дивизионе. Единственный из участников мастер спорта из Нернгре. Явный фаворит соревнований Роман Бычев неожиданно проиграл своим оппонентам и стал бронзовым призером спартакиады. Основная борьба шла во второй группе стрелков. Золото и серебро разыграли Алексей Средьков из Мегина-Канглазского улуса и Василий Прокопьев из Вилюйска. Елена Егорова, Михаил Юмшанов, ОМГА. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Субтитры создавал DimaTorzok